Всем привет-привет! Хотя не знаю, здоровалась я с вами или нет. Вообще хочу показать две вот эти посылочки, которые ко мне пришли. Они небольшие, они такие маленькие. Поэтому решила их вместить во влог, один из влогов. Но пока не знаю, будет ли это началом влога или это будет какая-то серединка какого-то влога. Потому что кусочков много, я уже, честно говоря, потерялась, насколько по времени там уже записано. Вот, поэтому начнем сначала. Если я с вами еще не здоровалась, то всем привет-привет! Добро пожаловать на канал! И с вами Медведева Елена. И если вам интересно посмотреть эти посылочки, то поехали смотреть. А если я уже здоровалась, то просто поехали смотреть. Ну что, давайте я вот это вот раскрою. Здесь вы видите, я себе пометочку оставила, чтобы не забыть, из какого магазина. Магазин «Скропоголики» называется. Были там закупки бумаги и не только. Вот видите, у меня пришел терфоретик очередной новый от неизвестной мне фирмы. Так она называется. Сейчас я открою и посмотрим, что тут за пластик. Пластик, кстати, хорошего качества. Он плотный, но не толстый. Вот прям не толстенький. Но он такой прям жесткий. То есть его так вот свернуть, конечно, он упругий. И рисунок, да? Но вы видите, какой рисунок замечательный. Такой кружавчатый. Кружево, да? Супер классный. В мою коллекцию пойдет. Так, это, наверное, какие-то запчасти от него. Так, это сюда. И давайте смотреть бумагу. Бумага супер классная. Это на морскую тему. Как раз летняя тема, да? Хотя, не знаю, когда в видео это выйдет. Может быть, и осенью. Так, и на обратной стороне вот такая карта. Выше. Надо подносить. Здесь вот смотрите, на информационной полосе идут вот такие вот морские коньки. Здоровские, правда? Так, здесь просто информационная. Так, а производитель? Слушайте, я не знаю, где производитель. Вот, смотрите, может, кто-то угадает. Польская, да, бумага я вижу. Ну, этот, наверное, производитель. Я первый раз вижу. А, вот, наверное, галлери. Не могу выговорить, не буду коверкать. Вот он, производитель. Кстати. Вот. Честно говоря, по-моему, у меня нет от этого производителя. Это первая бумага. Поэтому я как-то растерялась. Вот такое для вырезания. Листик. Тоже такой винтажный элементы. И обратная сторона, если не нужно вырезалки, то есть вот такой фоновый лист зеленый. Кстати, очень удачно то, что сейчас, ну, все-таки чаще стали на обратной стороне, допустим, вырезалки. Есть вырезалки, да, обратная сторона делает фон. Это очень классно, потому что не всегда вырезалки нужны. Бывает, как-то пара элементов ты вырежешь, да, остальное, но оно не нужно. Вот. И здорово, что на обратной стороне есть фон. Вот с фоном уже можно работать. Здесь вот, смотрите, тоже формационная полоса. Но здесь, видите, уже с какими-то цветочками идет. Дальше. О, это скраб от МИ пришла. Пришли вот эти голубенькие цветочки. Классные букеты голубенькие. Супер-супер. Мне очень нравятся у них вот такие вот цветочные наборы. Ну, я пока беру только вырезалки, потому что, ну, фону бумага у меня много. Вот обратная сторона белая. Такие вот два. Такой вот еще в таком вот бело-бежевом цвете. Тоже два листочка. Тоже есть как букеты уже составленные, так и отдельные элементы для добавления. Дальше тоже скраб от МИ целый листочек с бабочками. Бабочки очень похожи на скраб МИ. Мне кажется, у них что-то похожее был. Такой наборчик, да? Ну, я имею в виду не наборчик, а листочек в формате 20 на 20. Или я ошибаюсь. Или у фабрики. Ну, неважно. В общем, вот такие вот бабочки тоже для врезания. Он тоже односторонний. Дальше. Это кто? Это тоже новый для меня производитель. Тоже взяла на пробу. Сейчас покажу поближе. Вот это производитель. Это, наверное, проект Чехи. 250 грамм. Это, наверное, коллекция. И вот тоже польский производитель. Это с обратной стороны, что интересно, с одной стороны здесь цветы для врезания. Но, конечно, вот расстояний много. Можно было бы покомпактнее и побольше элементов получилось бы. Зато вырезать так проще будет. И обратная сторона тоже врезалке. То есть двух сторон врезалке. А это вот уже можно использовать на какие-то такие магические работы. Да, видите, тематику. И тут, как вы видите, цветы. То есть я взяла таких два листа. То есть один будет, это у меня цветы я буду вырезать. Другой вот эти вот элементы. Если, конечно, понадобятся. Тоже от этого производителя. Вот такой листочек. Здесь, наверное, на тему... На тему этого Гарри Поттера. Да, мне кажется. Очень что-то похожее. По крайней мере, по сова вот это вот. Шар. Ну, да, наверное. И обратная сторона тоже врезалке. Ну, да. Девять и три четверти. Да. Это тема Гарри Поттера. Ну, крупноватая. Для меня, конечно, вот эти врезалки будут крупноватые. Это, значит, на какую-то, не знаю, крупную работу. Прошу прощения. Так. Таких тоже два листа. И вот с этим листочком, конечно, я немножко вопухнулась. Потому что я его взяла один. И как вы думаете, обратная сторона. Там, естественно, тоже она классная. Там цветы. То есть мне придется здесь уже делать выбор. Либо я вырезаю цветы. Либо я вырезаю вот этих вот няшных животных. Ну, кабанчик. Хотя и кабанчик. Посмотрите, какой милый. С букетом на голове. Вот смотрите. Лисичка. Белочка. Тоже классная. Тоже тот же производитель. Ну что, давайте еще посмотрим одну посылочку. Это посылочка из магазина с карапатами. Тоже себе подсказочку оставила. Вы, возможно, тоже участвовали в этой такой, так сказать, акции. Где магазин проводил, ну, что-то вроде распродажи, что ли. Скидки были до 40%. И, в общем, я урвала вот этот наборчик от Примы. Он мне пригляделся еще, когда его, ну, презентовали. И его многие девочки показывали в своих обзорах. Вот. И я прямо на него, конечно, глаз положила. И еще на синий. Да, там где, ну, такой в эко-стиле, больше к эко-стилю. Синий там. Вот. Еще, конечно, он мне понравился. Но 30 на 30 я не стала брать. Потому что как-то 30 на 30 я не знаю, куда его применить. Очень много бумаги. Вот. А вот формат 15 на 15, либо 15 на 20 я бы с удовольствием взяла. Но 15 на 15 был вот этот. И я решила, долго не думая, его себе приобрести. Сейчас мы его раскроем, посмотрим. Хотя я думаю, что вы уже все его видели. И уже, наверное, ничего нового не покажу, не расскажу. Ну, а это больше, наверное, как для себя, что ли. Так. Что-то он никак тут все приклеилось. Не хочет. Все, я его раскрыла. Здесь немножко клеевой слой остался от скотча. Видимо, при жаре он немножко расплавился. И вот здесь вот на листочке, конечно, липко осталось. Но это ничего страшного. Так. Здесь вот такой мини-карточки разного формата, разного размера. Здесь вот такой обалденный, просто классный фон с розами. Такой нежный. Супер. Опять же так карточки повторяются, 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 повторяются. И у нас идет следующий листик. Это с бабочками. Такой тоже фоновый. Тоже супер-классный. Дальше горох такой крупненький. Дальше повторяются. Пропускаем, пропускаем, пропускаем. Следующие у нас идут, опять же, карточки разного размера. Супер-классные. Фон опять. Классными. Вот этими вот пионами розами. Дальше. Дальше у нас идут, опять же, карточки. Уже с пуговичками, с наборами пуговичек. И обратный просто бомбический фон. Это вот тут, наверное, белки, ежики. Как-то так вот, да. Классно, что они здесь. В меры это нужно вглядываться, смотреть, кто там чего. Ну, я имею в виду в формате 15-15, да. Потому что вообще можно использовать и фоном. И сильно, конечно, тут не видно. Прям вот нужно сидеть и разглядывать. А так вот в виде фона, вот так вот, да. Правда, классно смотрится. Дальше. Вот такой листочек уже с созданной композицией. С обратной стороны такая зеленая, акварельная. Так, дальше. Вот такой листочек фоновый с бабочками, опять же. Обратная сторона вот такой чудеснейший горох. Кстати, вот видите, там на мелкой-мелкой клеточке. Мелкая-мелкая там вот клеточка. Между горошинками. Так, пропускаем. И все. И вот такой наборчик супер-классный. Я очень-очень им довольна. Я думаю, что... Ну, буду применять. И не жалеть я к тому, что здесь классно, что у Примы здесь по несколько листочков. Да, и можно не жалеть, в общем. Я взяла в большом формате. Тоже от Примы. Немножко по время доставки помялись листочки. Но это не критично. Здесь тоже вот карточки, они идут. Обратная сторона, конечно, я взяла из-за обратной стороны. Вот из-за этих рамочек. Похожие рамочки я видела, по-моему, Ментай есть. Они также делают. Тоже внутри с фоном. Вот. Но здесь можно либо половину рамочек забрать. Либо вот забрать здесь, например, карточки. Те, которые идут с фольгированием. Тоже будет здоровски. Дальше. Вот эту коллекцию я говорила. Которая тоже у них одна из последних. Вышла которая. Вот смотрите, какое здесь тоже фольгирование. Да, вот видите? Супер классное. Вот этот наборчик, конечно, мне бы хотелось очень сильно взять. В формате 15 на 15, 20 на 15. 30 на 30 был, но брать я его не стала. Потому что мне не нужны такие объемы. Вот. Но цветовая гамма мне очень понравилась. Система понравилась. Дальше. Это вот как раз из этой коллекции. Большой листочек с большими розами. Но здесь я взяла, чтобы их повырезать. Именно на элементы я буду их вырезать. Вот. С обратной стороны здесь карточки. Может быть, что-то останется. И я, конечно, использую уже карточки. И вот такой листочек. От кого-то тоже от Примы. Но это другая коллекция. Это вот с этими ангелами. Да, это тоже одна из крайних у них. Здесь фольгирование. Вот они. Фольгирование. Тоже такое розовое фольгирование. И обратная сторона вот такой нежный розовый. Немножко помялось. Но ничего страшного, я думаю. Всем привет-привет! С вами Медведева Лена. И я к вам с новой распаковкой посылки. Вот видите, какая большая посылка. Что она даже... Вот я ее скрыла. И она не закрывается. Поэтому, если вам интересно, что же я там приобрела, то продолжайте просмотр. Поехали смотреть. Посылка эта у меня из магазина Идейкина. Там было много-много закупок, из которых я участвовала. И вот набралась, наконец, моя посылочка. И я решила ее забрать. Ну что, давайте смотреть все по порядку. Что же здесь ко мне приехало? Так, это... Здесь у нас тюбики микс-медийные. Сама не помню из чего, поэтому их оставлю я на потом. Пока уберу из кадра. Здесь что? Давайте вот так вот прям по порядку будем смотреть. Здесь, наверное... Что, что, что? А, это миниатюры была, закупка миниатюр. И здесь я взяла вот такие вот лампочки. Кстати, лампочки вроде как даже почти настоящие. А может быть и совсем настоящие. Смотрите, они металлические. Я думала, они будут пластиковые. Они... Действительно, здесь стекло. Здесь металл. Вот, видите, в таких вот мужских работах, да, вот так вот прям лампочку применять будет суперздорово смотреться. Либо, ну, мужских, стимпанк там в стиле. Или гранж, может быть. Вот пакет. Крутые, крутые. Дальше тоже была закупка, не помню. Покоделие, да? Ой-ой-ой. Я взяла там вот такие два набора суперклассных деревяшек. Деревяшки, деревяшки. Здесь очки-усы. И здесь вот эти знаменитые рамочки деревянные. Тоже хочу их применить. Дальше вот этот листочек, наверное, он в подарок мне шел, мне кажется. Если это так, то большое спасибо магазину. Цветочки никогда не бывают лишними. И дальше вот тут тоже. Несколько видов закупки. Это была закупка микс-медийных товаров от... Наверное, микс-медиа или нет. В общем, я взяла штамп. Ой, что, штамп. Все. Трафарет от Craft Story. Такой трафарет. Но я думаю, нет смысла его доставать. Потому что, ну, так видно, что это шахматка. Здесь, кстати... У них, кстати, классные трафареты. Сейчас по плотности самого пластика. Да, да, классные трафареты. Они плотненькие. Но и, опять же, толстенькие, да. То есть надо тоже учитывать при объем. То есть объем, если пасты, то получится объемный. Такой рисунок объемный. Зато очень легко мыть. Пластик плотный. Мыть легко. Дальше. Дальше была закупка, по-моему. Больше нету. Нет, есть. Сейчас достану. Вот. Scrap money. Это тоже пока уберу. Scrap money была закупкой. Я взяла такой наборчик. Алиса в стране чудесную. Так она называется. Да, Алиса в сказке. Алису я хочу сделать, ну, как минимум, тематические АТСки, да, с Алисы. И, возможно, даже альбом с Алисы на тему Алисы. Поэтому я сейчас начала подбирать разных производителей это, ну, на эту тему. Да, я уже, вы помните, наверное, было и у Scrap мир Алиса была, и у Summer Studio. И вот везде, где я вижу эти листочки, я их по одному, по два прикупаю. Много, конечно, мне не нужно, но несколько можно взять. Давайте посмотрим наборчик. Не знаю, не видела еще ни у кого. Может быть, кто-то уже показывал в обзоре. Вот. Я тоже покажу. На обратной стороне вот такие рамочки для записи. Всякие флажки. Кстати, очень классные элементы. Такие незамысловатые. Дальше. Дальше пошел такой вот листик. Там вот кот. А, этот. Как его звали? Кота. Чешир, да? Досочки. Такой вот. Классное вот это вот оформление. Очень здоровский. Такая полосочка голубенькая. Дальше. Такой листик. Такой. Такие нежные принты. Я бы даже сказала, несмотря на то, что это красный, но он потертый такой красный. Такой красный. Здесь уже у нас шляпник с кроликом и с алисой. Такая вот клеточка нежная. Карточки. Карты. Карты. Так. Обратная сторона. Такой листик. Такой со звездами. Как-то немножко отличается от всей тематики. Такой лист классный. Голубой горошек. Такая клеточка очередная. Здесь вот такой королевские мотивы. Такой. Такой тоже тут с цветочками мелкими. Здесь дальше карточки идут уже. И такой фон. И вот такой листик с бордюрчиком. Я думаю, можно так. Так применить. И здесь вырезалки. То есть, если не нужны вырезалки, можно фон применить. И еще я взяла полист на несколько листочков. Взяла вот такие карточки. Но здесь также и фон есть. А и плюс еще есть слова. Что самое-самое классное. Таких взяла два листочка. Здесь можно как с одной стороны вырезать карточки, с другой применить фон. Взяла вырезалки еще. Один лист. Я думаю, у меня одного листа хватит. И обратная сторона тут тоже фоновая. И вот такой вот уже с картами взяла. Но здесь еще есть тоже фоновый лист. Ну, по-моему, из... Да, здесь, наверное, все. Дальше. Дальше была закупка арт-хобби. Наверное, тоже там с какими-то скидками. И я еще немножко подщипала так себе. Вот. Взяла еще фишек. Мне кажется, они были какие-то недорогие там. Вот. Раз я их так много набрала, значит, они были по цене нормальными. Здесь на тему. Ну, такой деревни до лета. Вот. Здесь что-то такое детское. Ну, можно не обязательно детское применить. Вот эти, например, можно и любой винтажный альбом применить. Да, вот эти с надписями. Вот. Да и вот эти вот с... Как сказать, с людьми тоже. Вот. Это тоже что-то летнее. Такие вот мотивы. И здесь уже среди лугов. Такая прям от эко-пейпер. Коллекцию уже самой нигде не найти. Это уже совсем редкость. Да не то, что редкость. Мне кажется, это уже невозможно нигде не найти. Вот. Я бы, конечно, если бы где-то увидела, я бы, конечно, взяла в 30 на 30 себе такой набор. У меня есть 20 на 20. И я, конечно, очень рада, что я в последнее, как сказать, последний из тех еще закупок. Помните, когда они распродавали все свои коллекции от эко-пейпер, я так это запрыгнула, можно сказать, в последний вагон и заказала 20 на 20 наборчик вот этот вот среди лугов. И чему я очень рада, потому что сейчас эту коллекцию, ну, мне кажется, уже с огнем не сысешь даже днем. Так, взяла еще такой лист вырезалки с вырезалками от коллекции «Алхимия». У меня есть эта коллекция целая. И я решил еще добавить вырезалок, потому что некоторые я уже отсюда повырезала и решила добавить. Потому что коллекция мне нравится, бумага у меня целая. А вот вырезалки уже я и истратила. Ну, не все, конечно, но уже части уже были истрачены, поэтому я решила добавить их просто туда. Дальше вот такой лист взяла. Тоже у меня был альбом зеленый. Не знаю, показывала я его или нет. Зеленый такой тоже на деревенскую такую летнюю тему. Вот. И этот лист мне очень там хорошо так вписался, подошел с этими самоварами. И вот я решила, что, так как у меня еще бумага есть из той коллекции, я решила добавить именно вот этого листа туда. Лист. Этот лист добавить туда. И вот такие еще вырезалки тоже всем известные. Это ароматы леса в коллекции. С этими ягодками, грибочками. Вот. И еще, по-моему, из наличия, а может быть, это закупка была, я уже не помню, и взяла вот такие вот листочки этого картона. Ну, не то, что какой-то картон, дизайнерский картон, да. Светло-зелененький. Второй такой вот желтенький. И давайте посмотрим, что же мне тут за баночки пришли еще. Я примерно так представляю, что это за баночки. Ну, да, это они. Все их вытащу. И это вот такие вот для меня новые что-то. Что-то, что-то новое. Что мы, наверное, сейчас с вами и попробуем. Производитель Fractal Paint. Вот так вот выглядит. Это фацетный лак, растрескивающийся, декоративная краска. Не знаю, чем он отличается от караклюрной краски. Понятия не имею. Дальше есть фацетный лак. Вот такой еще взяла мятный. Кстати, хорошо, что взяла мятный. У меня мятного цвета. Оказалось, что в красках вообще нет такого цвета. И взяла еще краска с эффектом трещин матовая. Розовый фарфор. Совсем бледный-бледный розовый. Такой нежный-нежный. Но тут вот такая на этикете, конечно, он даже ярче, чем в баночке. Вот. Не знаю, чем вот эта краска отличает вот от этого. Сейчас мы это и посмотрим. Я так предполагаю, что, скорее всего, он будет просто плотнее, гуще. И трещины будут больше. А краска есть краска. Она тонким слоем ложится. И, соответственно, трещинки будут тоньше, да, меньше. Дальше еще взяла просто меловую краску. Здесь пепел вулкана. Но он такая, да, светло-светло-серое что-то такое. Очень бледно-серое. Даже вот тут вот ярче, даже на этикетке. Вот. И взяла попробовать вот такой лоскутный воск с льняным маслом для натирки дерева. Это для фотофона, который я все планирую сделать. И все, конечно же, у меня не доходят руки до него. Вот. Это для него. Ну, вот эта монани не будем пробовать, потому что деревяшки у меня нет. Вот. Но в баночке я, конечно же, вам покажу, что это такое. Так он внутри там выглядит. Такой вот. Пахнет. Да, действительно, воском пахнет. Даже, я бы сказала, какой-то смолой. Древесный. Мне кажется, прям его даже на руки можно наносить. Прям такой нежный. Нет, конечно, не буду вдруг. Хотя, сто процентов натуральный. И, кстати, да, пахнет, знаете, вот как смола сосны. Что-то. Как-то вот такой запах прям. Ну, да. Очень даже. Льняной. Льняным маслом. Так, и давайте вот эти вот штучки попробуем. Сейчас я подготовлюсь и вернусь к вам. Ну, что, я взяла вот такой вот черный листик. Я думаю, на нем будет видно все наши тут вот фактурки. Так, это у нас фацетный лак. Белый. Ну, знаете, вот как... Я даже не знаю, как объяснить вот эту структуру. Сметаной, наверное. Что? Такая густенькая, густенькая. Давайте попробуем, нанесем. Размажем. Так. Один есть. Стихин сразу утираем. Дальше. Следующий фацетный лак, это у нас будет мятный. Тоже такой же консистенции. Так. И краску с эффектом трещин матовая розовая. Ой, такой прям вот зефирный такой цвет. Розовая, нежная, нежная. Ну, кстати сказать, по жидкости чуть-чуть она вот пожиже, вот немножечко совсем. Потому что она с мастихина вот немножко прям сползает. Вот это вот фацетный лак. Он как-то прям на мастихине крепенько так держится. А вот краска, конечно, сползает. Но вообще такие краски вот с эффектом трещины все-таки лучше наносить мастихином, потому что, ну, этой, так сказать, кисточкой, мне кажется, не получится. Будет очень тонкий слой и трещинки могут не получиться. Либо будут очень-очень мелкими. Вот. А вот эту красочку, кстати, можно попробовать и кистью, потому что здесь просто меловая краска. Можно сказать, такая простенькая, да? Вот. И ее можно... То есть эффект, как мы будем красить. То есть вот как-то так. Теплый лен. Теплый лен. Смотрите, теплый лен. Пепел вулкана. Ну, цвет классный. Красочка, кстати, вот эта уже прям сразу начала высыхать. А вот эта нужно подождать, пока это все начнет самовысыхать. Я не хочу сушить феном, потому что, насколько я знаю, что все, ну, там, пасты, краски, которые сушатся феном, у них трещинки не проявляются такие красивые, как если бы их сушить. То есть, естественным путем. Поэтому я оставлю это пока на какое-то время, пока это все подсохнет и само, ну, в общем, естественным путем все подсохнет. И потом вернусь к вам и покажу результат, что же у нас получится. Ну, что, мои трещинки тут немножко подсохли и можно уже показывать, что тут получается. Ну, вот смотрите сами, что получается. Это вот два фацетных лака. Они, вот смотрите, какие они глянцевые. Сейчас попробую, пока. Вот видите, это вот глянец. Это не мокрое, они сухие. То есть, это уже высыхшее. Вот тут, может быть, немножко, да, еще и посохнет. Вот, но здесь вот оно высыхшее. И знаете, у меня вот ощущение, что это именно, знаете, краска, раньше вот, которая краска, это красили деревни полы, окна, да, деревянные. И вот, и потом со временем вот она вот так вот трескалась. Вот, вот у меня вот это ощущение. Очень классные трещины. И вот видите, они прям вот я на эти, они ломаются. То есть, вообще супер классно. Это вот, кстати, краска матовая. Она прям такая бархатная, очень приятная на ощупь. Но у меня не получились почему-то трещины. Я не говорю, что это, это, скорее всего, нужно попробовать, может быть, на другой поверхности, другим инструментом, не знаю, в общем, как. Но вот именно вот эта вот краска с эффектом трещин у меня почему-то не получилась трещины. Вот что-то, что-то вон там, вон внизу, что-то там пытается проглядеться, проклюнуться вот совсем прям чуть-чуть, чуть-чуть. Вот, но, ой, но краску можно использовать даже просто с матовым эффектом, потому что она, вот смотрите, какая она гладкая получилась. Несмотря на то, что на ней нет трещин, но она такая приятная на ощупь. И у нее такой гладкий, бархатистый такой, такая поверхность гладкая, бархатистая. Ей можно просто пользоваться, как и простой краской. Хотя, вот смотрите, тут вот какие-то тут даже пытаются трещины все-таки про, прошу прощения, трещины такие вот проклюнутся, что ли. Поэтому не сильно расстроилась. Вот эти вот, я, по крайней мере, поняла разницу, в чем краска и фацетный лак. Да, он действительно как лак и такой вот глянцевый, у нее поверхность глянцевая. Классная штука. Вот, и вот эта простая меловая краска, которая, ну, вот сами видите, как она вот ложится. Она, кстати, высохла, самая первая, высыхает очень быстро. Я думаю, ей можно красить даже глянцевые какие-то поверхности попробовать покрасить. У меня есть, кстати, я брала, как он называется, грунт именно для гладких поверхностей. Вот, можно им сначала загрунтовать поверхность и попробовать вот этой меловой краской покрасить. Мне кажется, ей можно вообще все красить. Ну что, это все покупочки, которые я сегодня хотела вам показать. Если вам это видео было интересным и полезным, то тогда пальчики вверх. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...